Информация о наиболее важных торгах, которые у нас прошли, объявлены или готовятся к размещению в ближайшее время. Начну с федеральной программы формирования комфортной городской среды. Контракт на благоустройство 9 дворовых территорий заключен 10 марта на сумму 14,5 млн. рублей. Срок выполнения работ по контракту установлен до 1 августа, но есть основания полагать, что все работы будут завершены ранее, а именно в первой декаде мая. Здесь сразу следует отметить, что по всем выявленным 37 замечаниям по дворовым территориям, которые ремонтировались в прошлом и позапрошлом году, в результате объезда территории выявленных замечаний установлен срок подрядчикам до 1 июня все эти замечания устранить. Контракты на благоустройство 5 общественных территорий на общую сумму 24,1 млн. заключены 25 марта. Установлен срок выполнения работ по контрактам до 1 сентября. Подрядчики уже приступили к выполнению работ по парку возле Дворца культуры, территории по улице Титова, мысу в первом микрорайоне. Что касается дорожной деятельности, то еще в феврале были заключены контракты на проведение ямочного ремонта. Город был поделен на три части, в двух из которых ремонт делают у нас подрядные организации, которые выиграли аукционы. По третьей в рамках муниципального задания работу выполняет Балавтодор. Все работы по ямочному ремонту, как это и было запланировано, будут закончены к 9 мая. По сплошному асфальтированию также заключен контракт на ремонт дорог по проспекту Героев к бульвару Рос на сумму 11,4 млн. рублей 16 марта. По проспекту Героев работы уже выполнены. Сегодня подрядчик работает на бульваре Рос. Срок выполнения работ по контракту был установлен до 1 июля. На самом деле все работы будут завершены уже завтра. 21 апреля проведен аукционный ремонт дорожного покрытия по улице Транспортная на сумму 28 млн. рублей. Победитель определен. Планируется, что подрядчик приступит к работам с 6 мая. Работа в соответствии с условиями контракта должна быть выполнена до середины июня. 22 апреля заключен контракт на ремонт тротуара вдоль магистральных дорог на сумму 12 млн. рублей. Победитель аукциона определен срок выполнения работ до 1 сентября. Подрядчик к выполнению работ уже приступил. Производится демонтаж тротуарного покрытия, демонтаж бордюров по улице Факелсоциализма Чапаева. 21 апреля объявлен аукционный ремонт внутри квартальных тротуаров по заявкам депутатов на сумму 11,6 млн. рублей. Срок подачи заявок определен до 29 апреля, а сам аукцион состоится 30 апреля. Срок выполнения работ установлен до 1 сентября. На заседании Саратской областной думы 22 апреля нам были выделены средства в размере 12 млн. рублей на приведение в нормативное состояние автодороги, которая у нас считается транзитной, и по которой вы, уважаемые депутаты, принимали решение на заседании прошлого совета. Это улица Шоссе Королёва и Вокзальная. В настоящее время определены участки, где будет проводиться ремонт, готовится техническое задание для проведения аукциона. Кроме того, в ближайшее время ждем уведомления на поступление в бюджет города 130 млн. рублей на ремонт дорожной сети города. Документы проходят в согласовании в правительстве Саратской области. Перечень дорог, где планируется проведение ремонта, на прошлом заседании совета глава Волокоса муниципального района Славев Александрович вам озвучил. Далее по спортивным площадкам. Готовятся к проведению два аукциона по 667 тысяч рублей каждый. Площадки будут установлены по адресам Ленина 103А и Братьев Захаровых 14.16. Аукционы будут объявлены в понедельник, 27 апреля. Срок поставки и установки площадок определен до 30 июня. Из необъявленных аукционов на сегодняшний день это второй этап реконструкции освещения в парке около Дворца культуры. Смета проходит ценовую экспертизу. И проект по благоустройству территории по адресу Свердлово 23, который стал победителем в конкурсе местных инициатив граждан среди всех муниципальных образований Саратовской области. Заседание областной конкурсной комиссии состоялось 16 апреля. Ждем теперь распоряжения правительства области о доведении до 23 млн. рублей. Техническое задание для проведения аукциона также готовится. Чтобы завершить тему благоустройства, скажу о работах по благоустройству триквартальных территорий. Это касается покоса травы и сбора случайного мусора. 25 марта заключены контракты на 7,5 млн. рублей. В начале мая они будут готовы приступить к покосу травы. В настоящее время занимаются сбором случайного мусора на территориях, определенных муниципальными контрактами. Еще один большой блок работы, который нам предстоит. И в ближайшее время, над которым мы будем работать, это программа переселения. 22 апреля в Саратовской областной думе Балаковскому району утверждены средства на переселение граждан из 147 квартир, находящихся в аварийном жилье. На данные мероприятия выделено 236,9 млн. рублей. Задача, которая стоит перед нами, завершить реализацию данной программы до 31 декабря следующего года. Будут расселены все дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. И после официального доведения до нас денежных средств аукционы будут также объявляться. Что касается аукционов, информация вся. Что касается работы магазинов, мы ведем ежедневный мониторинг. Всего магазинов продовольственных и непродовольственных на территории нашего города расположено 1489. Непродовольственных всего 624, из них закрыто 530. Работают те, которым это позволено постановлением правительства Саратовской области. Прежде всего те, которые торгуют антисептиками, товарами для новорожденных, масками и так далее. Из магазинов общепита закрытые все, работают только на доставку 68. Что касается потерь бюджета. По консолидированному бюджету за апрель-май мы прогнозируем, что недосчитаемся порядка 95 миллионов рублей. Мы готовим, со своей стороны, обращение в правительство Саратовской области. Поскольку на федеральном уровне решение принято о том, что средства на сбалансированность бюджетов регионов будут выделяться, мы такое же обращение готовим к правительству области с надеждой на принятие подобных решений.